Всем привет! Вы на канале Валиванс. Мы находимся в городе Хмельницкий. В гостях у наших уже практически родственников. Питоники с Аликасоу. Давайте познакомимся поближе. Хочу представить вам замечательного заводчика Лилия Дячок. Лилия, расскажите, как вы попали в мир кинологии? Мы попали чисто случайно, когда первый раз польские питомники увидели кавалера. Кавалер, конечно, нас покорил своим характером, своим взглядом. То есть эти глаза, которые мы увидели, это была любовь с первого взгляда. А как был основан ваш питомник? Основой нашего питомника были собаки, которые были куплены в Европе. И которые себя очень хорошо зарекомендовали на выставках, которые стали чемпионами Европы. И смотря на кавалеров, они настолько нас влюбили в себя, что мы решили заняться разведением этой породы. А с какой породы вы начинали свой путь? Мы начинали свой путь к кинологии с лабрадоров. Лабрадоры очень по характеру похожи на кавалеры. Кавалеры, они более удобные для домашнего содержания в квартирах, в частном доме. Потому что у них гораздо, будем так говорить, меньший размер. И они собаки, которые, как англичане говорят, создающие комфорт. То есть они полностью повторяют образ жизни своего владельца. То есть если человек ведет активный образ жизни, они точно так же ведут активный образ жизни. Если человек ведет пассивный образ жизни, то есть любит поспать, не очень любит прогулки, точно так же они повторяют его образ жизни. То есть они не так любят прогулки и не так уже любят активный образ жизни. Помните меня с вашими хвостиками? Рядом с тобой сидит Ричард. Этому мальчику 12 месяцев. Он у нас уже юный чемпион Украины. Гранд чемпион Украины. По левой стороне сидит Сидней. Этот мальчик к нам приехал из Англии, из английского питомника Лофтрак. Он у нас тоже чемпион Украины, чемпион Таиланда, чемпион Южной Кореи. Рядом со мной сидит Саша. Саша это наша любовь, это наша девочка, которая вообще имеет самый настоящий кавалерский характер, самую настоящую кавалерскую внешность. А рядом со мной сидит Бадди. Бадди, мальчик тоже, который приехал к нам из Англии, из английского питомника Пасковали. Он у нас юный чемпион Европы. Он у нас участвовал на такой выставке в Англии, как Крафт. И занял там четвертое место. Вот, а он у нас и чемпион Финляндии. Вот. Это наша Флорочка. Девочка, которая, да, буквально недавно вышла тоже в ринг. И тоже уже стала, как говорится, чемпионом юным. Вот. Ну вот, это вот наши любимые детки и наши собаки. А откуда у вас появилась идея на этот питомник именно так, с Эликосолом? Вот наш питомник состоит из двух имен. Моего Валерия и моей сестры Иванки. Я так подозреваю, что и ваш питомник тоже имеет особый смысл для вас. Да, наш питомник состоит из трех имен. Первое имя это Саша. Второе имя это наша дочка Катя. И третье имя мое Лилия. Асоу, то есть для нас эти собаки, это наша душа. В переводе с английского это душа. Это действительно наша душа. Очень красивое и со смыслом выбранное название. Давайте немного поговорим о кавалерке Чарльз Паниель. Предлагаю поиграть в игру «Эксперт», который описывает кавалера в ринге. Представьте, что перед нами кавалер идеальный по всем стандартам. И чего не должно быть? Как вы опишите эту породу? И что считается браком? Самое главное в кавалерии, в этой породе, это его характер. То есть эта порода не должна проявлять никаких признаков агрессии. Если, допустим, я в ринге увидела бы собаку, которая проявляет признаки агрессии к своим сородичам или к людям, я бы никогда этой собаке не дала бы ни первое место, ни второе. То есть это 100% была бы дисквалификация. Если говорить о экстренных данных кавалера, то есть в кавалерии вообще самое главное и самое на что первое, что можно обратить и нужно обращать внимание, это его голова, выражение. То есть выражение, это должно быть взгляд, который, когда ты знакомишься с этой породой, ты его увидел, и этот взгляд, и эти глаза просто покорили твое сердце и, как говорится, забрали его на всю жизнь, навсегда. Вот, то есть голова. Голова это самое главное выражение, в котором есть любовь, в котором есть достоинство. Второе, конечно, это для меня, как бы уже будем так говорить, корпус. Вот, опять же, эта собака не предназначена ни для охоты, ни для рабочих, будем так говорить, каких-то соревнований. То есть эта собака должна быть достаточно крепкая, достаточно объемная, компактная, с хорошей линией верха, с крепкой спиной. Вот, и этого для кавалера достаточно. То есть самое главное, это действительно его характер, и его выражение, его глаза, это самое главное. А чем эта порода привлекла вас на фоне других пород? Эта порода отличается и привлекла от других пород тем, что, во-первых, у них очень красивый экстерьер, то есть у них очень яркие собаки. Во-вторых, у них великолепный характер, они очень добрые. То есть, прежде всего, когда ребенок наш был маленький, на первом месте было то, чтобы собака не была агрессивная, то, чтобы это было безопасно для ребенка. И поэтому, читая, как бы, характеристики этой породы, конечно, это привлекло внимание. Второе, когда мы увидели этих собак, я поняла, что они очень красивые, они очень яркие, они очень добрые. И, соответственно, конечно, очень хотелось иметь такую собаку. То есть, и опять же, очень комфортные, комфортные своим размером, опять же, уходом за их шерстью, содержанием. То есть, это не требовало, как бы, каких-то таких усилий, да, то есть, каких-то, допустим, если это шерсть, ухода за шерстью, каких-то стрижек, каких-то, допустим, там, не знаю, супер, как бы, ну, то есть, очень комфортные в содержании. И, конечно, характер, то есть, характер, это самое главное. А у вас есть любимчики? Признавайтесь, кого балуете больше всего? Да, конечно, у нас есть любимчики. Вот, Саша у нас самая старшая девочка. Вот, мы ей уделяем больше внимания всякими вкусняшками. Опять же, любит с нами спать в нашей кроватке. Наверняка в вашем питомнике есть собаки, которыми вы градитесь больше всего. Кто это? Да, в нашем питомнике есть мальчик из польского питомника «Горская фантазия» Лукас, который в 2013 году в Швейцарии стал чемпионом Европы, лучшим представителем породы. И именно этот мальчик подарил нам очень много положительных эмоций и познакомил нас, как бы, с миром кавалеров и вообще, как бы, с выставками. А какой у вас любимый окрас кавалера? У меня любимый окрас, в этой породе есть четыре окраса. Black & Tan, Rubin, Tricolor и Blenheim. Мой любимый окрас – это Blenheim. Это рыжие собаки с белыми пятнами. Вот, для меня они самые красивые, самые яркие. И поэтому я люблю именно этот окрас. Что, на ваш взгляд, отличает ваш питомник от многих других? В нашем питомнике, наши собаки регулярно проходят медицинский осмотр, тестирование сердца, глаза, суставы. Плюс еще в разведении у нас участвуют только собаки, которые проходят эти тесты, которые, как бы, здоровы. Опять же, собаки, которые соответствуют стандарту. Собаки, которые имеют характер кавалера. Вот, вот это нас и отличает, что мы стараемся не испортить эту породу. То есть, такая, какая она есть, чтобы сохранить то лучшее, что в ней есть. На ваш взгляд, чем эта порода отличается от других? Прежде всего, отличается тем, что они очень дружелюбные. Они любят всех, они готовы дружить со всеми. Опять же, они точно не охранники. Они не будут вас охранять, сторожить ваш двор, вашу квартиру. Они, скорее всего, вас до смерти зацелуют, залижут. Вот. И что? И плюс еще, как бы, эти собаки очень комфортные в быту. То есть, они полностью, опять же, повторяют ваш образ жизни. Если вы хотите путешествовать, они будут путешествовать. Если вы любите проводить большую часть своего свободного времени на свежем воздухе, они будут точно так же это делать. То есть, они всячески будут стараться угодить вам, чтобы вы были счастливы, и ваша жизнь была комфортная. Не зря влеча не говорят о них, собаки, создающие комфорт. Они действительно очень комфортные. Опять же, собаки, которые очень мало лают. То есть, всячески стараются, чтобы вам было комфортно и приятно. Скажите, как вы ухоживаетесь за таким количеством собак? Это тяжело? Кавалер, в принципе, не требует какого-то особого ухода. То есть, эти собаки не требуют стрижки. Их достаточно помыть, расчесать и хорошо просушить феном, для того, чтобы они у вас как бы хорошо выглядели. Вот. То есть, они не требуют какого-то особого ухода по шерсти. Достаточно хорошей косметики, для того, чтобы их шерсть выглядела роскошно. И, конечно, хорошего питания. Наверняка, многие люди, особенно после просмотра этого видео, захотят завести кавалера. Где мне найти хорошего щенка? Например, вот я неопытный человек. Где мне найти хорошего заводчика? И к кому мне нужно обращаться? Прежде всего, когда вы планируете купить щенка кавалера, вы должны поинтересоваться или родители имеют проверки по здоровью. Почему? Потому что у этой породы есть, как бы, свои наследственные заболевания, которые присущи именно этой породе. И, соответственно, неважно, будете вы выставляться на выставках или приобретите щенка в качестве домашнего любимца, для всех владельцев должно быть на первом месте, что щенок должен быть здоров. Соответственно, у родителей действительно должны быть тесты, должны быть наследственные заболевания, должны быть проверки сердца, коленных суставов, то есть такое заболевание, как пателла, глаза. То есть это очень важно для того, чтобы вы были счастливы и ваш питомец тоже. Второе, вы должны поинтересоваться, или эти собаки участвуют в выставках. Почему? Потому что собаки, которые имеют какие-то проблемы, допустим, по экстерьеру, они не могут участвовать в выставках и, соответственно, не могут принимать участие в разведении. Поэтому очень важно, чтобы родители принимали участие в выставках, даже имели какие-то чемпионства. Это все говорит о том, что действительно эта собака соответствует стандарту, и она имеет все шансы для того, чтобы участвовать в программе разведения. Родители, щенки, будем так говорить, имеют более стабильную психику. Почему? Потому что родители передают это щенку. То есть эти щенки более готовы быть социализированными, опять же, более контактные, чем, допустим, от родителей, которые не участвуют в выставках и сидят где-то как бы в вольерах. От родителей бывают действительно вот такие примеры, когда ты маленького щенка оставишь в стойку, а он уже стоит и как бы это все знает, чего от него хотят. Поэтому большая вероятность того, что именно от выставочных родителей ваш щенок будет иметь более стабильную психику и более будет социализирован. Где лучше покупать щенка? В профессиональном питомнике или у любителей? Я порекомендовала покупать и выбирать щенка в профессиональном питомнике. В питомнике, где люди занимаются селекционной работой, где каждая вязка это не просто, как бы, допустим, свадьба мальчика и девочки. В питомнике, где каждая вязка это комбинация, в которой мы хотим получить все самое лучшее и закрепить, для того, чтобы передать, как говорится, будущему поколению, и чтобы будущие владельцы действительно были счастливыми, и их новые члены семьи тоже были счастливыми и здоровыми. Так, с питомниками определились. А что насчет пола? Мальчик или девочка? Есть отличия в темпераменте? В этой породе нельзя сказать, что мальчики отличаются от девочек. То есть, они... И вообще, эта порода очень ласковая и дружелюбная. Поэтому я бы не делала, как бы, какой-то вот, как бы, кардинально так, вот, мальчик или девочка. То есть, они абсолютно одинаковые по характеру. Вот, и поэтому вы можете спокойно, как бы, взять и мальчика, и девочку. То есть, ну, при этом, чтобы вы понимали, мальчики, они более выглядят нарядными, богаче по шерсти, то есть, более гламурными, да, вот, чем девочки. Вот, опять же, с девочками, возможно, в будущем вы будете иметь какие-то проблемы, все, что касается женских историй. Вот, с мальчиками, конечно, таких проблем вы можете избежать. А в каком возрасте лучше всего забрать щенка? Щенка лучше забирать первое. Он должен пройти вакцинацию в питомнике и плюс еще ревакцинацию. То есть, у щенка должно быть две прививки. После второй прививки вы можете спокойно забирать щенка. Это возраст около трех месяцев. То есть, к этому возрасту щенок становится уже самостоятельный, он уже готов учиться, он готов выполнять уже какие-то ваши требования. И вы можете спокойно, со спокойной душой, как бы, отдавать щенка в новую семью. А как они обычно переносят переезд? Я всегда рекомендую владельцам, как бы, всегда, чтобы они были рядом, да, то есть, чтобы щенок, не дай бог, где-то не переезжал без сопровождения своих будущих владельцев или, как бы, ну, в одиночестве, да, то есть, и первое время щенок требует действительно очень много внимания. То есть, первая неделя, как правило, всегда очень тяжелая. Почему? Потому что новые владельцы привыкают к своему новому графику. Вот, и щенок привыкает к своему, как бы, новому дому. Вот, в дальнейшем, так как это кавалеры, они очень быстро подстраиваются под ритм членов своей семьи. И все налаживается. А если в семье уже есть питомец, там, например, кошка или кролик? Кавалер вообще очень, опять же, повторюсь, дружелюбная порода, поэтому, как бы, он любит всех, то есть, от него ожидать какую-то агрессию по отношению, как бы, к домашним любимцам, которые уже есть в доме, даже не стоит. Одно, что на это действительно понадобится какое-то время. То есть, скорее всего, чтобы, как бы, кошка привыкла к кавалеру, чем кавалер кошки. То есть, он ее будет любить, так говорить, с первых минут, как познакомиться с ней. А что с дрессировкой? Когда лучше начать? Дрессировка вообще начинается буквально, будем так говорить, с первых дней появления щенка в доме. Вот, то есть, если вы, допустим, захотите заниматься аджилити или танцами с собаками, то, как правило, щенок должен быть уже постарше. То есть, это уже и пять месяцев, и шесть. Вот, если вы, допустим, хотите ходить на какие-то тренировки, вот. А в домашних условиях с первого дня, когда щенок приехал к вам домой. А как подготовиться к новому члену семьи в доме? Что надо купить для него? Прежде всего, вы должны пересмотреть, как бы, в своем доме все, что будет небезопасно для щенка. То есть, допустим, какие-то зарядные устройства, провода, опять же, что-то, возможно, то, что будет угрожать, как бы, его здоровью. Вот, и, как бы, это все убрать. Это, прежде всего, опять же, подготовить ему место, выделить, где он будет спокойно отдыхать, приобрести, допустим, то есть, обустроить его, приобрести лежаночку, плюс тарелочки, с которых он будет кушать. То есть, как правило, это всегда две тарелки, одна для еды, вторая для водички. На первое время желательно, чтобы они были металлические, так как, допустим, есть еще керамические тарелки, они, как бы, не совсем безопасные, потому что щенок может, как бы, разбить, да, то есть, случайно как-то поиграть с ними, вот, и тем самым травмировать себя, вот. Но в будущем желательно, конечно, приобрести керамические тарелочки. А что надо купить для ухода кавалера? Как правило, когда в дом приезжает щенок, ему надо купить хороший шампунь для щенков на первое время. Опять же, потом, допустим, все рекомендации по уходу за жерстью должен дать заводчик, да, то есть, каким шампунем мыть, как бы, какой косметикой лучше пользоваться. То есть, допустим, мы пользуемся вот такой вот, будем так говорить, пуходерочкой, да, которая, вообще, все расчески должны быть с мягкой сталию, для того, чтобы не травмировать нежную кожу кавалера, вот, и плюс еще не травмировать его очень мягкую, приятную шерсть. Мы знаем, что у каждой породы есть слабые места по здоровью. А какие у кавалера? Что нужно сделать, чтобы избежать или минимизировать походы к доктору? Слабые места в этой породе, это, конечно, сердце. Я не могу сказать, что кавалеры – это, как бы, порода, которая, там, имеет больше заболеваний, чем какие-то другие породы, да, вот, но основное внимание я бы все-таки уделила сердцу. Поэтому для того, чтобы минимализировать поход к ветеринарам, все-таки надо стараться, опять же, повторюсь, приобретать щенка в профессиональных питомниках, где собаки действительно проверяются, проверяются, и проверяются не только папа и мама, а дедушка, бабушка, прабабушка, то есть для того, чтобы владелец, как бы, имел больше каких-то, будем так говорить, его любимец, больше гарантии того, что все-таки они будут меньше ходить к ветеринарам. Давайте поговорим о достоинствах и недостатках. Какие недостатки у кавалера? Ой, самый большой недостаток, допустим, если вы действительно хотите собаку и ожидаете от нее, что она будет охранять как-то ваш дом, вашу семью, то есть кавалер этого делать не будет. У вашего гостя, она скорее залежит до смерти, но точно не покусает. А какие достоинства? Самое главное достоинство кавалеров, это их характер, их темперамент, их дружелюбие, их комфорт. С этими собаками легко путешествовать, с этими собаками легко жить. Они любят всех членов семьи, то есть от мала до велика, начиная с детей, заканчивая дедушками и бабушками. Собаки действительно, которые настолько идеально вписываются в ваш образ жизни, что лучше породы просто нет. Видите, плюсов гораздо больше. Те, кто сомневался, не переживайте. Щенок – это большая ответственность, поэтому питомники, вальвансы и соликосол всегда готовы вам оказать поддержку, помочь и быть с вами рядом долгие годы. О кавалерах мы можем говорить бесконечно, но, к сожалению, уже пора прощаться. Лиля, спасибо за гостеприимство. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Как будто у нас нет друзей-заводчиков других пород. Пишите в комментариях, какую породу собаки вы хотите увидеть в следующем ролике. И мы обязательно это снимем. Вы нажимайте на колокольчик, ставьте лайк и подписывайтесь. И всем вальванс! Субтитры сделал DimaTorzok